Алексей Ильич, не раз бывало в ситуации, когда кто-то из близких попадал в бедственное положение, наркотики, пьянство, депрессия, и думалось, что именно я могу спасти их. Правда, большого успеха мои усилия не имели, а сама я часто оказывалась утомлена и подавлена. И вот прочитала у святых отцов, «Остерегись, желая спасти ближнего, чтобы он не увлек тебя в гибельную пропасть». Последнее случается ежечасно. «Отступление попущено Богом. Не покусись остановить его своей немощной рукой. Устранись, охранись от этого сам, и этого с тебя достаточно». Святитель Игнатий Брянчанинов. «Как же все-таки быть? Надо ли нам пытаться спасать других, вразумлять, или следует лишь искренне молиться, а спасение ждать от Господа? Не является ли такое устранение проявлением равнодушия? Нужно нам понимать следующее. Есть люди, с которыми мы находимся в самом тесном общении, есть те, за которых мы ответственны, как, например, наши дети, если хотите, для детей родители, братья и сёстры, ближайшие кто-то, друзья. И этих людей, конечно, насколько это возможно, мы должны, мы должны, насколько это в наших силах, мы должны. И, если хотите, просвещать, то есть, говорить им, помогать им, насколько это в наших силах и разумении. Игнатий Брянчанов пишет о совершенно другой ситуации. Мы часто лезем в дела тех людей, с которыми мы, ну, мы не обязаны, и никто нас не ставил на это. И мы начинаем. Или более того, мы вообще хотим повернуть, вспять, например, всю политическую систему там. Знаете, целое направление мысли, направление целой культуры. То есть, берёмся за такие дела, с которыми, конечно, мы ничего не сделаем. Он же, Игнатий Брянчанов, правильно пишет. Не вздумай рукой остановить течение реки. Безумно это. Вот о чём он предупреждает. Значит, мы... Он это объясняет. Мы должны, и сам он говорит, мы должны делать то, что можем в отношении тех, кому мы, если хотите, обязаны. Кому обязаны. Если же мы начнём, начнём думать, предпринимать какие-то попытки, спасать всех и вся, направо и налево, то мы действительно не только никого не спасём, но и сами погибнем. Вот приблизительно, так сказать, основная идея, которая говорится вот в этой его мысли. Вы знаете, часто это исходит из тщеславия такого, когда мы начинаем, так сказать, всех учить, всех спасать. Пусть учит тот, кто на это поставлен. А мы будем делать всё возможное только для того небольшого круга людей, может быть, самых близких, с которыми мы действительно можем ещё что-то сделать, что-то помочь. Если мы выйдем за рамки этого, то мы и им ничего не сделаем, и себя действительно погубим. Я думаю, вот приблизительно вот таким образом можно сказать.